Местное самоуправление Привел в порядок себя, привези в порядок свою планету, поэтому советую. К Зюперии с произведением «Маленький принц» живут участники конкурса «Цветущий дворик» в одном из избирательных округов Чебоксар. Мы познакомились с участниками и их работой. Петуния, бархатцы, флоксы, пионы. В общей сложности 51 вид цветущих растений. Это не ботанический сад, а полисадники перед одним из подъездов дома по улице Кукшумская. Уже 12 лет красоту тут наводит жительница дома Антонида Кириллова. Садовод-любитель так высаживает растения, чтобы двор радовал глаз с мая до октября. Тюльпаны и пионы цветут весной, с лета космея флоксы, практически до глубокой осени, бархатцы. Стало помаленьку раскапывать. Люди сначала говорили, тебе это не лить, а сейчас все говорят спасибо. Красивее нашего двора, говорят, нету. Подходит, спрашивает у меня смена. Много уже в микрорайоне стали сажать. Глядя на меня, да, сейчас красивый у нас микрорайон. Через несколько дворов по адресу улицы 9-й Пятилетки 24 полисадник конкурентов Антонида Никифоровна по конкурсу. Автолюбители планировали устроить здесь парковку. Их оппоненты решили не ругаться, а действовать по-другому. Разбить цветник. Говорят, красота спасет мир. Здесь она спасла дворовую территорию. У нас одна женщина, Кузнецова Таисия, принесла со своего огорода рассаду, цветы и высадила. И вот она стала одной из первых, которая занялась благоустройством вот этого места. И после этого уже жители нашего дома стали со своих участков, огородов носить все, что лишнее. Это был первый год. А второй год мы уже стали немножко продумывать, но как-то планировать. И решили сделать круглые клумбы. И стали сами поливать. В этом году у каждого своя клумба. Каждый за своей клумбой ухаживает, пропалывает. В общем, слетит и наводит красоту. Здесь решили не ограничиваться цветами, так что на грядках можно встретить иргу, и даже тыкву. Мы знаем, что город Чебоксары по праву считается одним из самых красивых и благоустроенных городов Российской Федерации. Но надо понимать, что за этой благоустроенностью стоит не только труд администрации города, но и труд неравнодушных жителей районов, которые своими трудами, силами, никого не прося о помощи, стараются сделать свой двор красивее. Часто встречаясь с жителями во дворах, я замечал украшенные полисадники, дворики, силами неравнодушных жителей моего округа. И пришла мысль в преддверии Дня города провести конкурс «Цветущий дворик», в котором могут принять участие все жители микрорайона. Мы создали рабочую группу из числа моих помощников и председателей ТОСов, которые определят победителей в этом конкурсе, учредили призы. И после подведения итогов проведем небольшое мероприятие в победившем дворе и торжественно вручим ценные подарки. Жюри в общей сложности предстоит оценить с 15 дворов. Результаты обещают подвести ко Дню города. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова